Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите выпуски на моем канале по понедельникам, также на моем авторском канале по этой же стратегии. А сейчас приступим к анализу. Я вам подготовил 9 валют, 9 инструментов. Календарь экономических новостей я посмотрел, для себя важных новостей не увидел, поэтому обращаем больше внимания на технический анализ. Итак, приступим к анализу терминали. Начнем с британского фунта к японской иене. Здесь мы находимся в зоне сопротивления, сейчас цена немножко отскочила, но если пройдет еще немного дальше и будет возвращаться к линии сопротивления, ожидаем здесь продажи, краткосрочной продажи вот этой линии. Что касается нефти марки Brent, сейчас идем вверх. Вполне возможно, если, не знаю, успеет выпуск выйти, вот здесь вот дойдем до этой линии сопротивления зеркальной, то будет здесь продажа у нас. Евроканадец находится в повышенной волатильности, недавно отпился от линии сопротивления, прям очень красиво, причем сложным пробоем, но тем не менее. Я думаю, что если даже еще раз будет возвращаться к этой линии, можно будет еще раз продавать, потому что продавцы достаточно сильные. Что касается того, что если цена пойдет дальше вниз, у нас вот есть зона для покупок, тоже зеркальная линия поддержки и обычная линия поддержки еще ниже. Поэтому сигналов очень много торгуем. Евро-доллар, значит, евро-доллар, он пробил уже такую мощную линию поддержки, находится давно в нижней части, но тем не менее я заметил, что он очень хорошо, несмотря на то, что несколько раз прошивал эту линию, очень хорошо отбился от зеркальной линии сопротивления, поэтому я решил ее оставить и думаю, что вполне возможно еще раз будет отбой от этой линии, так что продаем. Ну, также сохраняется верхняя зона на продаже, но она очень далеко, поэтому мы к ней еще вернемся. Доллар-канадец также находится в повышенной волатильности, пока что вверху здесь рекомендации я не вижу, но линия поддержки вот такая вот слабенькая, но тем не менее имеет место быть. Вот здесь дает нам сигналы на покупку. Евро-фунт. Евро-фунт пересек также линию сопротивления, находится наверху. Если вернется все-таки к этой линии, будет зеркальная линия поддержки и можно будет здесь делать короткие продажи. Ой, покупки, то есть не продажи, короткие сделки на покупку. Новозеландский доллар как бы в зеркальном отражении находится, тоже пересек линию поддержки. Сейчас возвращается к зеркальной линии сопротивления. Если до сюда дойдем, то продаем от этого уровня. Доллар-японская иена находится в большой консолидации. Значит, на H4 это видно у нас. Мы ограничены двумя зонами сопротивления. Зоной поддержки здесь рассматриваем. Соответственно, от сопротивления продажи, от поддержки покупки. Но есть вот небольшая еще зона внутри сопротивления. В принципе, если медленно вернемся, наверное, уже не сегодня, а только если завтра, то тогда продаем от этой линии. Ну и золото. Золото прямо сейчас находится в колонии сопротивления. Я уже продал. Наверное, уже не успею вам эту сделочку порекомендовать. Ну вот. Сейчас она, скорее всего, сделает вниз коррекцию. Если пойдет вверх, пробьет, то рассматриваем покупки от линии поддержки уже зеркальной. Вот. В таком варианте. На сегодня все. Желаю вам успешной торговой недели. Для тех, кто откроет счета по моей ссылке в компании A-Market, предусмотрен хороший бонус, скидка на обучение. Поэтому присоединяйтесь. Всем успешной торговой недели. Еще раз торгуйте с удовольствием. Всем пока. Пока.